О да, ребята, мы вернулись. Мы вернулись с экстренным выпуском. Почему? Потому что, как вы уже знаете, рынки очень поменялись. Они возвращаются. Рынок вернулся из мертвых. XRP плюс 70%. На новостях о том, что они не ценная бумага. Теперь это официально. XRP не ценная бумага. Никаких обжалований. На самом деле уже не осталось ничего, чтобы снова пережевывать. И хотя есть другие части данного судебного дела, которые может обжаловать СЕК. Но факт того, что токен XRP не является ценной бумагой, больше не подлежит обжалованию. Никаких больше обсуждений. Ребят, очевидно, что это огромные новости. Это совершенно невероятно. Самая важная часть данного постановления, как сказал Брэд Гарлинхаус, генеральный директор Ripple, что XRP, как цифровой токен сам по себе, не является контрактной транзакцией или схемой, которая воплощает аппаратные требования инвестиционного контракта. Это ключевое. Это открывает шлюзы для всех остальных альткоинов. Если XRP не ценная бумага, то и эфир не ценная бумага. Нет ни хрена никакой возможности, что эфир это ценная бумага, а XRP нет. Если XRP не ценная бумага, то большинство того, что находится на Коингеку, наиболее вероятно не ценная бумага. Теперь, такого рода новости, только представьте, какую уверенность дает учредителям и основателям, какую степень уверенности это дает биржам, Коинбейс немедленно проводит обратный листинг XRP. Коинбейс снова возвращает этот токен очень и очень быстро. И мне нравится то, как они об этом сообщили. Дайте-ка я сейчас быстро найду и покажу вам. Коинбейс написали? Мы возвращаемся в Америку. На самом деле это был Кракен. Кракен также возвращается обратно. Новый токен снова доступен в США. XRP Ripple. Теперь, вы должны понимать, что все, что мы сейчас обсуждаем, это снежный ком. Нам нужно, чтобы этот ком крутился и становился все больше и больше. Снежный ком начинается очень с малого. Один проект, второй проект успешен. А Гэри, я думаю, очень скоро уберут. Не только из-за того, что он очень агрессивен и непрофессионален, а также потому, что он проигрывает свои дела. Так что, если СЕК хочет быть успешным в данной индустрии и быть агентством, которое защищает эту индустрию, охочаясь за скамерами, а не хорошими проектами, то им необходимо полностью пересмотреть стратегию. Но посмотрим на это дело в целом. Давайте более подробно посмотрим, почему это очень важно для альткоинов. То, что сейчас происходит с Ripple. Итак, Ripple не является ценной бумагой, как мы уже знаем. Но что более важно, смотрите, есть хорошие и плохие новости. Здесь важно то, что программная продажа на биржах не соответствовала третьему пункту теста Хоуи. И это значит то, что если вы захотите сделать альткоин, то вы это легко можете сделать. Легко. Главное, чтобы альткоин не предоставлял людям какого-либо вида дивиденды. То есть обладателем альткоина или любым другим, имеющим определенные права. Вы можете делать такой альткоин. Далее, вы должны определенным образом его продавать. То есть, в соответствии с этим последним постановлением, продажа на бирже подразумевается допустимой. Но. Но. Ничего не было сказано о ланчпадах, ICO и IEO. Но наиболее вероятно, продажа через биржи более благонадежна. По крайней мере, у нас есть рекомендации от SEC. Нет, не от SEC. Они вообще ничего не делают. По крайней мере, то, как они себя ведут, то, как они себя агрессивно ведут. Не оставляет для них никакого доверия. По крайней мере, так можно сказать. Вместо этого суд сказал, что если у вас есть монета, и вы создаете вторичный рынок, то есть, например, вы создаете коин, а затем вы делаете раздачу для людей. Аирдроп. То есть, теперь у некоторых есть ваша монета. И они сами могут начать торговать этими монетами на разных биржах. Таким образом, например, Binance или Bybit могут сделать листинг данного коина, или кто-то их размещает на Uniswap. То есть, вы создаете монету, а затем рынок сам начинает ей торговать. То есть, вы не создаете самостоятельно никаких ICO, а просто делаете аирдроп. И монета начинает трейдиться. Далее, что вы можете сделать, и что Ripple сделал, у них есть запасы, и они постепенно начали их распродавать. Постепенно распродавать. И они это сделали грамотно, потому что цена сделала 400x в 2017. Но за все время, пока они медленно их продавали, эти свои запасы, для того, чтобы обеспечить средственную компанию. И, кстати, я думаю, что они сделали это очень прозрачно. Ребята, вы можете рассказать мне более подробно, но я не говорю, что это было сделано неэтично или так далее. В моем понимании, все было сделано очень прозрачно. А они сами сказали, что таким образом обеспечивают компанию деньгами. У нас есть токены, и мы будем постепенно их продавать. И это то, как они продавали данные монеты. То есть, вот что мы здесь имеем в виду. Осуществляя продажу таким образом через биржи, похоже, выглядит легитимным процессом в соответствии с данным постановлением суда. То есть, смотрите, если есть вторичный рынок, то вы можете без проблем на нем продавать. Если у вас есть компания, у которой есть запасы монет, собственных монет, то это лишь вопрос прозрачности. Возможно, что это попадет под действие других законов. Потому что, к примеру, вы не сообщаете о том, что продаете сами свои монеты. Это неэтично, и, возможно, будет ущерб из-за подозрения в скаме. Поэтому какие-то другие законы, возможно, вступят в действие. Таким образом, важно соблюдать этичность. Но при этом, в соответствии с решением данного суда, СЕК ничего вам не может говорить о том, что вы не можете продавать токены на бирже. Это важно. И вероятно, что об этом мы будем слышать все больше и больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова